Всем привет, меня зовут Даша Кей. Многие бренды уже не найти в России, а также есть некоторые, которые стоят очень дорого. Именно поэтому я решила сделать аналоги люкса на свои любимые продукты, которыми я действительно пользуюсь. Надеюсь вам понравится это видео, приятного просмотра. Ходит такое мнение, что в масс-маркете действительно могут сделать качественный продукт, потому что позиции выпускают столько, сколько не может выпустить люксовый продукт. Я использую мусс с каждой выкладкой, а это значит, что в месяц, ну полтора месяца у меня уходит вот такая вот бутылочка. Мусс от Орибе и мусс от Тафт. Мягко скажем, мне очень хочется отдавать такие деньги ежемесячно, поэтому иногда я использую вот это средство. И я не считаю, что это является полноценным аналогом, но мне очень нравится, как это действует. Чаще продукт, который дороже, в нем содержатся более качественные ингредиенты, но тоже такое не всегда. В составе Тафта есть немножко как будто бы сухой шампунь. Это колоссальная разница в цене, наверное там в тысячу раз. Этот стоит 300 или 200 рублей, а этот стоит целых 7000 рублей. Тональное средство, а именно тональный флюид. Такой флюид с эффектом сияния, который делает кожу здоровой и светящейся, подходит не для жирной кожи, сразу предупреждаю. И я после него даже наношу консилер. Хоть и говорят, что у меня хорошая кожа, я не могу себя воспринимать только с этим флюидом, поэтому я наношу консилер. Вообще средство Байтери позиционирует себя как серум, то есть там еще есть какие-то увлажняющие ингредиенты. Ну и инфлюенс вроде бы как в состав свой положил какие-то уходовые компоненты. Не знаю, верить этому или нет. Главное, что их финиш очень похож. Это просто любимая бронзера. Это действительно два моих любимых бронзера. Несмотря на то, что один дешевле другого в пять раз, я пользуюсь ими абсолютно одинаково и протерла и там, и там вот такие вот дырочки. Больше скажу, бронзер от Revolution нравится мне намного больше. Это нашумевшая, облетевшая весь интернет сыворотка от Ordinary, The Ordinary. Пилинг с кислотами, которая наносится на 5-10 минут, а потом смывается, после чего у вас должна быть более отполированная, блестящая кожа. Это сыворотки Skin Chemistry от Mixit. Она по составу идентична. Также здесь есть церамидовый комплекс. Он помогает восстанавливаться кожа, если вы используете ретинол, допустим, либо кислоты. Эта отслушивающая сыворотка отличный аналог той сыворотки, которую уже не найти в России. У нее такой же кислотный и более доработанный состав с керамидами. В ней комплекс гликолевой, молочной, миндальной и азелаиновых кислот. Они эффективно отшелушивают. Таким образом, кожа становится более гладкой. И я наносила эту и эту сыворотку одновременно и поняла, что кожа более стянутая, когда наносишь заординари. Если вам не понравилась эта сыворотка, то рекомендую попробовать от Mixit, потому что тут более усовершенствованный состав. Здесь больше уходовых компонентов. У нее более гиалуроновая консистенция. Кислоты это действительно классная и уже доказанная работающая вещь. Советую попробовать. Те, кто любил мак, знают, что мак практически не найти в России. Какие-то распродаются остатки. Есть в альтернативе, более бюджетной альтернативе у Influence. И тут целых два цвета. Я, честно, не смогла определиться, потому что я пользуюсь двумя. Я в своем телеграм-канале долгое время показывала эти помады. То, что они мне просто нравятся, потому что они увлажняют губы. А вечно сухие губы это прям моя проблема, поэтому я сейчас меньше пользуюсь тинтами, либо матовыми помадами и больше вот такими вот сливочными увлажняющими. Косметика с Селены Гомес. Да, у меня есть от нее один тинт. Для меня он все-таки немножко выбеливает губы, но мне нравится его оттенок на руке. Бюджетной альтернативой я нашла тинт корейский от Peripera. Естественно, Селена Гомес выпускала эти тинты на каком-то корейском заводе. Да, вот написано Made in Korea. Понятно, что тинты делаются где? Делаются в Корее. Поэтому обращайте свое внимание, и тинты уж точно можно найти более бюджетное. Ну, для меня, наверное, почти самое важное – это консилеры. Я без них никуда. В каждой косметичке у меня лежит консилер. Вообще, изначально я хотела показать аналог консилеру Laura Mercier. Это такой консилер, который испокон веков считается культовым. Он отлично перекрывает. Я нашла такой консилер, выпустила его российская визажистка Наташа Шик, но это еще не бюджетный. Я решила найти альтернативу в бренде Диваж. Он более жидкий по сравнению с предыдущими. Несмотря на это, он отлично перекрывает и не утяжеляет область под глазами. Шик и Laura Mercier похожи почти идентичны. Единственное, что у меня разные оттенки. Да, мы немножко спишем на это, но по текстуре один в один. А консилер Диваж будет немножко полегче. Я вообще использую обычно два консилера. Наношу сначала плотнее в самый уголочек глаза, например, он может быть потемнее или порыжее. И делаю уголки Ким более светлым консилером. Я обожаю коричневую тушь. И найти коричневую тушь классную достаточно тяжело. Я долгое время любила вот эту вот тушь от Пупа и поняла, что тушь быстро засыхает. И решила попробовать альтернативу белорусскую тушь от Люкс Визаж. Если посмотреть по эффекту, это не совсем светло-коричневый цвет. Это вот такой темно-коричневый, не синий-черный. Если я вам не скажу, вы даже не поймете, что одна из этих палеток стоит в 5 или 7 раз дороже. Это палетка Наташа Денона. И она действительно делает классные тени. Они прям вельветовые. И долгое время никто не мог повторить их. Такую альтернативу палетке, которую тяжело заменить, я нашла в бренде Диваж. Их палетка из пяти цветов по свочам и на глазах показала очень хороший результат. Очень красивые, но немножечко уже сломанные румяна от Том Форд. И какую замену можно им найти? У них такие красивые таракотово-розовые оттенки. Если смешать два этих оттенка, то получится персиковый цвет от L'Oréal. Это, кстати, у них популярная коллекция. Много кто из блогеров показывал. Blush of Paradise. Есть там Tush Paradise. В общем, много чего у Paradise было удачным и успешным. Эти румяна не исключение. Конечно, упаковка тут, ну, как бы, мягко скажем, проигрывает. А если цель добиться красивого румянца, то выбор за вами. Серо-коричневые карандаши. Мои любимые. Если вот у меня в косметичке будет этот карандаш, то я накрашиваю им и брови, и губы. Ну, такое, максимально универсальное. Можно даже попробовать сделать макияж одним карандашом. Мне кажется, что все очень будет здорово. Главное еще иметь тональный крем, но это вообще будет супер. Коричневый карандаш в оттенке Женева. Он идеальный, но он не фиксируется. Его полный аналог карандаш от Influence. Ну, и более лиловым, но тоже серо-коричневым цветом будет карандаш, который стоит сущие копейки. Карандаш от Miss Thais. Я думаю, что вы 100% видели эти карандаши. Я их действительно люблю. Я не могла обойтись двумя карандашами для губ. Тремя карандашами для губ. У меня целых шесть карандашей для губ. Шесть вариантов, как вы можете накрасить себе губы. Три карандаша люксовых, как бы около люксовых, те, которые сейчас можно найти. Честно говоря, я перебирала свои карандаши Gucci и поняла, что они там все рыжие, и карандаши Kylie мне ничего не нравятся, я ничего никогда не использовала. Они у меня просто хранятся для коллекции. Вот эти карандаши из более дорогого middle сегмента, который я действительно использую. А вот эти карандаши из бюджетного, совсем бюджетного сегмента, который я точно также использую. То есть я не нашла ни одного люксового карандаша, который я использую, понимаете? Карандаш, за которым охотятся все и вип-казашки, и осетинки, и с муглянком, и светленьким девочкам. Его любят, ну, прям все. Это 0,4 пупа. Его достаточно тяжело найти, поэтому у меня есть тут аналоги этого карандаша. Люксовый аналог этого карандаша – это карандаш от Larte. Этот карандаш тоже полюбили уже многие. Я люблю болтать с консультантами в Золотом Яблоке, и она мне рассказала о том, что этот карандаш действительно любят и покупают, прям приходят за ним вновь и вновь. Но к ним есть еще более бюджетный аналог – это карандаш от Miss Taist в 769 оттенке. Но за свою цену эти карандашики будут фиксироваться, а Miss Taist – просто карандаш в дереве кремовый. Это были все аналоги люкса. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, может быть, у вас есть какие-то аналоги люкса, которые вы используете или они вам очень нравятся. Надеюсь, вам понравилось это видео. А с вами была Даша Кей. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok